Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, мой дорогой. Грустно мы вдвоем. Мы вдвоем, это хорошо. Я как-то непривычно даже. Мы вдвоем. Я, товарищ Бархатов и доктор Хейфиц, два дилетанта собрались поговорить о кино. Как, ты тоже дилетант? Ну да, мы все дилетанты. Нет, подожди, ты занимаешься кино много лет. Нет, для того, чтобы быть специалистом в кино, нужно много им заниматься, нужно учиться, я считаю. А ты учился же? Нет, ну не на это же я учился. Нет, надо специально учиться. Я считаю, понимаешь, я считаю людей, которые могут профессионально говорить о кино, единицы. Таких, как в притужном разлогах, шепотейник, там, не знаю, плавно. Ну, может, их единицы. Все остальные дилетанты у нас на разной степени, на самом деле. А, ну хорошо. Я говорю, что мы собрались с тобой два дилетанта, сидим в кафе, пьем чай, говорим о кино, а также сидим в ваших девайсах, а вы, гады, нас подслушиваете. Почему гады? Нехорошие люди нас подслушивают. Я слышал, что ты посмотрел какой-то классический фильм, какой-то древний, да? Ну, смотри, он явно не новый, я сейчас скажу название, и все будут смеяться, потому что я уверен, что все его смотрели, кроме меня. Ну что вы? Абсолютно все, и он давно прошел, и о нем отговорили давно наверняка. Отговорил о общественном. Да, а я только в пятницу его для себя открыл. Ну, отлично. И смотрел, ну, как всегда, вот то, что я открываю, я смотрю с отвисшей челюстью. И этот фильм, ты, кстати, мне вот очень хорошую фразу написал. Ты написал, что не стыдно говорить о фильме старом, который все уже смотрели, а ты нет. Если написал ты этот фильм, сделал тебя лучше. Он тебя изменил, неважно лучше или хуже, но изменил как-то. Меня этот фильм очень изменил, он в меня очень много, очень много мне дал. Я, в конце концов, понял, значит, в очередной раз, чего нам всем не хватает и чего мы все тотально и капитально страдаем. Самое главное, да? Я говорю о наверняка всем известном фильме под названием «Стыд». Да, ты его смотрел? Нет, я его не смотрел. Да ты что? Ну, у меня тоже в этом возможности. В смысле, я не одинок. Ну, в смысле, обязательно посмотри фильм «Стыд». Режиссер Маккуин, по-моему, фильм совершенно потрясающий. Он опять вот снят в моей излюбленной манере, мне везет в последнее время, он опять снят в моей излюбленной манере нативного кино. А, я думал, порнография. Там есть порнография. Ты уже рад. Нет, там есть. Я вообще не смотрю фильмы, в которых нет откровенных сцен. Абсолютно не смотрю. Ну, скучно. Меня это не интересует. Скучно. Совершенно, да. Поэтому этот фильм изобилует откровенными сценами. Сняты они блестяще совершенно, на мой взгляд. Но дело в том, что этот фильм не снят. Вот что у меня вот... Самая моя любимая манера, когда фильм не снят, а подсмотрен. Абсолютное ощущение такое, что режиссер – это вы, и вы же оператор, и вы же сценарист, и вы вот есть скрытая камера, и вы просто подсматриваете за жизнью главных и неглавных героев. Вот этот фильм «Стыд». Он, кстати говоря, там в постерах написано, что он взял всякие какие-то ветви на каннских фестивалях, и всё на свете. А я его не смотрел. Вот только пятницу увидел. Так вот, фильм... Я не буду, естественно, рассказывать содержание, тем более, что никакого особенного содержания в этом фильме нет. В двух словах хотя бы. Этот фильм повествует об одинокой жизни человека, лишённого умения любить. Страстно стремящегося это умение обрести, нигде это умение, в том числе и в самом себе, не находящего. Мучающегося. Мучающегося страшно. И самое главное – стыдящегося своего образа жизни. А знаешь, какой параллель? Безлюбово. Есть же болезнь у людей, у которых притуплены болевые пороги, и они страшно мучаются от этого, не чувствуя боли. Нет, это другое, извини. Он как раз в колоссальном количестве чувствует боль. У него как раз нет кожи абсолютно. Она с него содрана совершенно. И он как раз, чем бы он ни занимался, что бы он ни делал, о чём бы он ни думал, и где бы он ни присутствовал, он всегда чувствует боль. И боль он чувствует потому, что он совершенно беззащитен. Абсолютно беззащитен, потому что безлюб. Он не умеет любить, и он страстно пытается понять, как ему найти любовь, и ищет её, и не может найти. И дело доходит до того, что он даже к своей родной сестре не чувствует совершенно ничего. И вот дело в том, что меня страшно поразило и потрясло, это та идея режиссёра и сценариста, что этот человек, оказывается, главная эмоция, которую он должен чувствовать, это стыд. То есть они говорят, что без любви жить стыдно. Что прежде всего это мучительный стыд перед Богом, перед самим собой. И невозможно в зеркало смотреть, если человек безлюб. Он сам себе отвратителен, и ужасно себя стыдится. Вот кто не смотрел фильм «Стыд», пожалуйста, ну просто потрясающе. Он очень красив, он крайне профессионал. – А чем тебя ты изменил? – А? – Чем тебя? – Ты стоял стыдно? – Он меня… Нет, нет, смотри. Дело в том, что ты же всё время сомневаешься, когда я говорю «ты», я говорю вообще о человеке. Ты как бы знаешь, что действительно в норме это когда у тебя есть любовь. Это нормально, да? Но ты это знаешь, но всякая идея, соприкасаясь с жизнью, она тускнеет и затирается. Когда идея, которая является для тебя даже самой главной, соприкасается с ежедневными гранями бытия, с неё как бы снимается стружка, она всё время травмируется. У этой идеи сглаживаются углы, на ней появляются трещины, царапины, глубокие травмы. Она занашивается, изнашивается, она устаревает. И для того, чтобы эта идея в тебе обновлялась, ты должен снова и снова сталкиваться с какими-то впечатлениями, которая эту идею в тебе обновляет. Вот Мираба Мардашвили говорил, например, что искусство вообще – это человекообразующая машина. И что мы ходим в театр для того, он говорил, и вообще театр был придуман для того, древними греками, он говорит, чтобы человеку напоминать постоянно, что можно, чего нельзя, что нужно, чего не нужно. Потому что если человеку не напоминать актами искусства, вот эти моральные истины, о которых говорил Кант, если внешние события не будут в памяти человека обновлять эти идеи, они затрутся, сотрутся, износятся, человек их забудет. Поэтому вот всякий раз, когда я сталкиваюсь с фильмом, с картиной, с книгой, со спектаклем, которые обновляют во мне, казалось бы, банальную идею вот эту, я всякий раз чувствую, что я родился заново. И поэтому я ужасно обрадовался, посмотрев этот фильм, он подтвердил, обновил. Он тебя обновил. То есть он тебе добавил лет жизни? Да, он добавил мне лет жизни. Он омолодил немножечко. Я не хочу даже скрыть, что испытал нехорошую эмоцию, которая называется гордостью. Ну не гордыней, правда, а гордостью. Ну это сёстры, собственно говоря. Ну да, я так погордился, что у меня любовь есть. Фу-ть-фу-ть-фу. По самому ценному дереву. По самому ценному дереву. Красная идея. Поэтому я ещё раз хочу сказать, что фильм просто замечательный. Я, к сожалению... Да, у меня... Там одна деталь. Шэн, значит, не случайно продюсером этого фильма выступил Фассбиндер. Надо понимать, кто этот человек. Я думаю, все это знают. И он уж, конечно, продюсировать какую-то дрянь не станет. То есть сценарий великолепный, режиссура прекрасная, потому что её нет. А, визуальный ряд тоже. Он просто восхитительен, понимаешь? Он снят... То есть всё хорошо? Абсолютно. То есть ни к чему придраться? Вообще придраться ни к чему. То есть он, знаешь, как снят? В смысле визуального ряда. Он снят в стиле металлик. То есть общий фон фильма такая голубоватая, дымчатая сталь. Там нет солнца абсолютно. В нём нет солнца. В нём очень мало огней. Он не серый. Он не серый. Он блескуче полировано... Блескуче полировано металло голубоват. Ужас. Вот так вот, понимаешь? То есть он весь состоит из отражений таких. В общем, поразительно. Понятно. Очень хорошо. Очень хорошо. И даже, знаешь, и даже обнажённое человеческое тело подаётся в матовой цветовой гамме. Не в чёрно-белой, понимаешь? Ну, как тебе сказать? Вот смотри, вот есть краска глянцевая, а есть краска матовая. Так вот это матовый фильм. Я люблю матовый. Вот. Это матовый фильм. Да. Вот это матовый фильм. Люблю, я блестит. Да. Это матовый фильм, понимаешь? И когда в последнем кадре главному герою улыбается женщина, которая однажды ему понравилась уже, да? Он видел её в метро, они встречаются снова. Но в этом последнем кадре эта женщина одета кричащей пестро. Блеск. И он понимает, ну, в кавычках понимает, что вот она тоже не является носителем любви. И вот через эту гамму пёструю, кричащую пёструю, так передаётся вот этот кричащий диссонанс с тем, что он ищет, что просто последний кадр воспринимается буквально болево. Интересно. Понимаешь? Вообще потрясающе. Я, к сожалению, забыл фамилию главного, значит, актёра, который играет главную роль. И я его не помню даже в других фильмах как-то. Но сыграно, ну, просто восхитительно. Такое бывает. Я, кстати, тоже, у меня есть какие-то заметочки. Короче говоря, вот фильм «Стыд», он просто меня заново возродил, так сказать, можно сказать, яркой жизнью. Я очень благодарен. Ну да, да, да. Лёгкое очищение. Поэтому я рекомендую, кто не смотрел, обязательно посмотрите. И я даже, вот у меня это очень редко бывает, я даже, похоже, посмотрю его второй и третий раз. Со временем. Пусть пройдёт неделька вторая. которые надо поставить на полку? Я, да. Вот я бы поставил этот фильм на полку. Ну, один DVD-допустой. Ну, понимаешь, я DVD не смотрю. Потому что это нужна какая-то... То есть тебе нужна трансляция, да? Да нет, дело не в этом, понимаешь? Вот когда... Как же это тебе объяснить? Вот когда ты смотришь, когда ты смотришь DVD дома, возможно, на мой взгляд, только две ситуации. Ситуация первая. Ты один, и тебе ничто не мешает. Ситуация вторая. Тот, кто смотрит с тобой этот фильм, тоже хочет его смотреть. У меня нет ни первой, ни второй ситуации. Ну, смотри, какая штука. Я вообще люблю смотреть кино в кинотеатре, очень много говорю, но у нас есть большая засада. Если в Москве ещё есть некоторые киноклубы, где можно посмотреть старые фильмы на большом экране. Был же фильм, помнишь, кинотеатр повторного фильма в Москве? Да, был, был. Там тоже не сильно. Был иллюзион. Не сильно много повторов. Помнишь, в этой иллюзии? Они определённые повторы там были. А вот, предположим, в большинстве европейских стран, в Америке есть кинотеатр, в которых идут только старые фильмы. Причём есть там определённого типа фильмы даже идут. И вот, мне, честно говоря, это грустно. Есть некоторые шаги. Предположим, вот на днях же был прокатан в Москве на широком экране тарантиновское криминальное чтиво, которое, ну, большинство людей наверняка не видели на большом экране. Оно было буквально неделю назад или чуть больше недели назад. Ну, опять же, мы говорим, понимаешь, что в Москве не все живут в Москве. В большинстве городов... Это пока. Да, ну, да. В большинстве городов посмотреть, скажем так, на большом экране хорошее, скажем так, старое кино очень сложно. Поэтому, конечно, судьба это всё-таки DVD там или файлы какие-то, когда на компьютере смотрят или ещё как-то. Ну, вот так. В общем, вот за стыд. За классику за стыд. Да, да. У меня тоже нечто есть. Я, как всегда, в своей рубрике телекино хочу поговорить о сериале. Ну, я о свеженьком буду говорить, о новом. Наш? Не наш? Нет, не наш. Не наш. Опять не наш. Но в этот раз не британцы, в этот раз будут американцы. В среде больших утончённых любителей, скажем так, кино... Это не я, слава богу. Да, да, да. Среди людей, которые считают себя жуткими интеллектуалами... Ой, опять нет. Почему-то принято считать фильмы и сериалы жанра хэрор какими-то пошлыми и недостойными просмотрами. Это в смысле ужасы, что ли? Ну, да, ужасы. Как Хичкок же фильм. Ну, да, 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 нет. На самом деле, ну, помимо него, ещё много других. Да. Вот. И, собственно говоря, я всегда в этом случае на стороне Вольтера, который говорит, что хороши все жанры, кроме скучного. Вот. Я не являюсь каким-то особо большим поклонником ну, не то, что этого жанра вообще какого-то жанра как такового. Я люблю хорошее кино. Я в своё время начал смотреть... В этом году прошёл второй сезон, а я об этом сериале уже говорил в декабре 2011 года. Я хвалил его первый. Первый сезон. Я озвучу его название. Это «Американская история ужасов». Вот называется. Да, звучит страшно. Я, честно говоря, не собирался смотреть. Я на него не то, что наткнулся, а меня наткнули на него чисто из-за Джессики Лэндж. Ого! Я не мог просто себе позволить. Не, ну с ней можно смотреть всё, что угодно. Да, да, да. Хоть историю помойки. Ну, не в этом дело. Я решил посмотреть и я втянулся. Я не буду сейчас. Потому что я уже рассказывал о первом сезоне вот так в двух словах. Потому что там на самом деле оно классическое. Там дом с привидениями, там есть привидения, ихние истории какие-то, ихняя теперешняя жизнь переплетена с историями хозяев. Очень много драматизма и так далее. Но он был очень интересен. Он был хорошо поставлен. Самое главное, он красив. И я как раз и говорил, что его нужно смотреть, но именно отдавай себе отчёт. Там такая игра, как у Ромеро. То есть там есть местами очень жуткий натурализм. Будем так говорить. Что, режут, порют? Есть и такое. Потому что там есть и безумный врач. Но это в первом сезоне. Я не буду сейчас вновь говорить о первом сезоне. То есть кто захочет, может вернуться к моему старому рассказу. Я хочу говорить о втором сезоне. Второй сезон он пошёл ещё дальше. Я вот тут накидал кое-какие тезисы. Для начала я из Википедии кусочек именно про американскую историю ужасов. Что американская история ужасов это американский телесериал антологии в жанре хорро-триллера. Создан и спродюсирован Раймадом Мёрфи и Брайаном Флетчиком на телеканале FX. Мы говорим сейчас о втором сезоне. Я всегда не любитель продолжений. Я всегда знаю, что некое продолжение всегда чуть-чуть слабее начала. Даже так популярный, нелюбимый Доктор Хаус все признаны, что первый, второй сезон интересный. Дальше он постепенно скатывался к какому-то уже мелодраматизму. Потом были там взлёты, падения, но слабее. Тут же мы наблюдаем совершенно обратный результат. Мы видим, когда второе лучше первого. Потому что, если в первом, как я говорил, классический дом с привидением, то тут они пошли дальше. Во втором сезоне мы переносимся уже события. На самом деле, сезоны, самое интересное, они связаны с собой только названием. История совершенно разная. Они связаны с собой названием и главными, не главными героями, а актёрами. Потому что актёры перекочевывают. Я вот, собственно говоря, озвучил. То есть Джессика видишь? Джессика Лэндж, Эван Питерс. Сколько же ей это? Дилан Макдорманд. Ой, много лет уже. Дилан Макдорманд. Она и играет немолодую. Дилан Макдорманд, Зекари Квинта, Лили Рейб. Это вот такая боевая группа актёров, которые играют совершенно других персонажей, но те же самые. И это было интересно. Потому что смотришь, это знаешь, чем напоминает? Это как поход в театр. Когда ты знаешь, что там есть определённая ключевая группа актёров, но сегодня ты сможешь Шекспира в их постановке, а завтра какую-то современную пьесу. Здесь примерно так же. В прошлый раз мы просто смотрели какой-то дом с призраками. В этот раз мы переносимся в психиатрическую клинику. И там она не просто психиатрическая клиника, она психиатрическая клиника для преступников. То есть там содержится определённого рода психи, будем так говорить. И более того, она под патронажем монастыря. То есть она церковная психиатрическая. Причём там есть развитие событий, она со временем потом, церковь ведь не отказывается, и она даёт в пользу государство. И вот тут на самом деле тоже, я считаю, очень характерный момент показан, где она отказывается от государства, и после этого показано, что клиника становится в разы хуже. Если до этого показаны ужасы психиатрической клиники, я просто уже начал было писать статью про это дело, я там пометил, что приключения, где нас проводят по этой психической клинике, дай бог её название, сейчас скажу. Да не важно это. Нет, ну у неё название тоже довольно-таки говорится. Это же нереальная клиника? Я потом к этому вернусь. Брайклифт. Брайклифт. Ну вот, Брайклифт клиника. Я потом к этому вернусь. Вот, я просто сейчас озвучиваю название, вот, и показано, что, как там, собственно говоря, истязают вот эти вот монахи, вот, как они жестоко и в карцерах, там, и наказывают, и много чего. И когда, на самом деле, клиника переходит под патронат государства, показано, что это в 10 раз ещё хуже. Это какое время? Это 60-е года. Какие карцеры? Какие монахи? Погоди, погоди, мы к этому перейдём. 20 века, что ли? Не торопись. Хорошо. Давай сперва поговорим про фильм. Ну, давай. Потом в клинике вернёмся. Вот. Ну, это сон какой-то. А, окей. Раз ты говоришь по сону, ты сразу же вернусь к конец. Я хотел это дело отвести на конец. Я когда занимался этой темой, вот, фильм называется, оно точно так же «Американская история ужасов», но у неё есть приставка «Эсайлем». «Эсайлем», в принципе, с английского переводится «убежище», «сумасшедший дом» и так далее. Вот. Я начал копаться, и ты знаешь, смотри, ты насчёт, говоришь ужасов. Вот я читаю тебе дословно историческую справку. «Эсайлем», штат Нью-Джерси, Грейтинг-Парк, психиатрическая больница Моррисон-Плейс, Нью-Джерси, открыта в 1876 году, печально известна как Нью-Джерси, лунатика «Эсайлем». Эта больница была построена, способна принять 600 пациентов, но уже через 4 года было заполнено на 800 жителями. Шли годы, больница стала более переполненной даже при строительстве новых зданий. В 1914 году 2412 пациентов были размещены в больницу, которая была рассчитана максимум на 1600. Приток солдат, влачающихся с войны, посттравматически стрессовым расстройством оказались в приюте, так как больница, которая была переименована в психиатрическую больницу Гейтинг-Парк, была одна из самых немногих объектов, способных лечить мужчин. Инсулин, шоковая терапия, электрослужную терапию, получали люди, находившиеся в больнице, управляемые ветеринаром. В 1953 году, мы переходим к нашим событиям, в больнице было 7674 пациента на 1600 местах. Что это за бред? Это не бред, ацетическая справка о конкретной американской клинике. Одна из самых знаменитых пациентов Чарльз Мэнсон, американский преступник, почему я потом аналогию продаю, американский преступник, лидер коммуны «Семья», отдельный членный которого в 1969 году... Совершили массовое самоубийство? Нет, ряд жестоких убийств, в том числе известные генеактрисы Шерон Трейд. Ну да. Это в этой больнице содержалось. Но потом самоубийство массовое. Мы, кстати, к этому перейдем. Администрация тоже не была невинной. Документально зафиксированы акты пыток надзирателей, читаются как фильм ужасов. Кошмар. Рудиментарно, полная фронтальная лоботомия проводилась со льдом. Выборные пациенты были помещены в одиночной камере, находились там неделя за неделей и десятки тысяч умирали на протяжении подбище больницы 60-е года нашего столетия. В 94-м году больница в таких ужасных условиях была признана полностью непригодной эксплуатацией и закрыта навсегда. В 99-м году больница была домом для... Ну, это мы пропустим. И в 2007-м году местным подрядчиком Джо Дортоном он заплатил полтора миллиона за все это дело. В 2010-м году больница снова распахнула свои двери для новых пациентов из Айлэма. И с полностью государственной психотерической больницы стала частной и во всех документах числятся как лечебница для душевно больных. Я виноват. Я себе представить не мог, что... Я занимаюсь этой темой, я просто рыл и я случайно наткнулся на эту историческую справку. Там есть фотографии этого Сайлама и так далее. Чтобы в США... Да, 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 да. И мы как раз говорим о 60-х годах, которые здесь упоминаются. Здесь, в том числе о маньяках. Там как раз есть определенное количество маньяков, с которыми есть переклички исторические. Но они сделаны очень, так сказать... Понятно, что это взята основа и придуман новый персонаж на эту тему. Но я понимаю... и сексуальный маньяк, который убивал женщин, потому что в детстве бросил маму... Да это все понятно, Андрюш. Меня что-то ужасает. Почему ветеринар и почему пытают маньяк, маньяк... Вот я поэтому хотел в конце концерта вернуться. Вот ты меня заставил. Извини, пожалуйста. Я просто потрясен как врач. Да, да, да. Давай вернемся потом к этому видео. Давай, давай, давай. Спирала о фильме. Да, извини. Я говорю, что это, в принципе, очень мощный фильм. И в нем, собственно говоря, огромное количество... В нем такой страшный «Ленегрет» набрал. Страшный в хорошем смысле это слово. То здесь собрано в сюжетном плане в этот сериал он настолько насыщен сюжетами. Вот. И тайны психолитических клиник в традициях Кенокизи, где странствуемых твердых просто мертвы странствуемых твердых перед... Ну да. Это просто легкая прогулка в кукушке, потому что мы видим здесь. Ну да. И история нацистских ученых-генетиков, спасенных и скрываемых американским правительством для дальнейших исследований. Это я знаю, да. Здесь это экранизировано хорошо и даже названы некоторые программы, по которым скрывались американские вот эти вот ученые нацистские генетики. Вот. И как таковы-то, как мы говорим, что первая часть фильма все-таки клиника принадлежит монастырю, вот эти сложные пути к Богу и метании, в том числе там есть и мистические отсылки к дьяволу, который вселяется в одну из монахин там и так далее. И аспекты морального выбора между славой и правдой, между белым и черным, где черное не всегда зло, а белое не всегда ангел. То есть это тоже... Кого, что там играет Джессика Ланж? И в том числе. Мы к этому тоже вернемся. Вот. В том числе показаны опыты над людьми. Так как это психотическая клиника, примерно, я описал, никто никого искать не будет. Можно делать все возможное. Ну, конечно. Вот. И любимая твоя тема, теория заговора. Да. В общем, показана такая штука, как Анна Франк вовсе не погибла. Анна Франк на самом деле было невыгодно, чтобы она оставалась живой и она находится в психиатрической клинике. Вот такая вот история. Ну, это может быть. Ну, я просто говорю, что это за цель. Ну, я понимаю, да, хорошо. То есть, в принципе, мы говорим о том, что это просто мощнейший, насыщенный, огромный. Экшен такой прямо какой-то. Во-первых, действительно есть экшен. Во-вторых, очень хорошая драма. Там просто есть и мелодраматичных сюжетов очень много, и несколько любовных линий. Это современный сериал? Ну, он современный, 12-го года. То есть, я тебе уже сказал сначала, что первый сезон был в 11-м году. В 12-м году прошел второй сезон, о котором я сейчас говорю, я с Айлом, да. И в 13-м году сейчас нас ждет третий сезон. А потом будет Джессика Лэндж, я не знаю, кого сейчас она будет играть. Он стартует в октябре. Третий сезон. Я подрещал. Да. То есть, и он мощней, он насыщен просто, во-первых, как я сказал, уже интересными сюжетами. У него просто очень мощная режиссура. Монтаж вот настолько хорошо, что нет совершенно скучных моментов, нет нелепых моментов. Это просто удивительно. Он держит. Вот каждая серия держит. Скажи, где можно найти, чтобы люди посмотрели. Я не знаю, где его можно найти официально. Он сошел на канале FX, а в России можно взять только в пиратских источниках. Соответственно, ищите там. А, ты не можешь рекламировать. Я не имею права рекламировать пиратские источники. Ну, ясно. То есть, если кто-то может смотреть в английском языке, то рекомендую, в принципе, это можно в iTunes купить. Ну, скажи, как называется сериал? Американская история ужаса, Феджур сказал. American History Story, то есть, ну, буквально так называется. Господи. Американ Хэра Стори. А, Хэра. Хэра Стори, не Хэра. Вот. Ну, соответственно, Асайлум, второй сезон Асайлум называется. И тут просто сам по себе фильм наполнен отличными актерскими работами. Ну, просто, как актерами первого плана, так и второго плана. Есть актеры, которые мало где светились. Вот и говорил в фильме «Стыд», что есть актер, который это нигде не видел. предположим, здесь есть Зекари Куинта, который Кочует был в первом сезоне, во втором сезоне. В первом, в принципе, прошел Блековым, во втором сезоне он играет Оливера Трецена, врача-психиатра, будем так говорить. Я не буду подробнее говорить еще о всех остальных. Видимо, Палача, судя по тому, что ты рассказываешь. Я не буду говорить обо всех. Он внешне такой ботаник, а всех внутренних моментов люди смотрят. В принципе, он особо не засветился. Говорящий с призраками сериал, герои сериал, фильм другие 2000 года. Это все незнаковые вещи. Но здесь он просто шикарен. Во-первых, в 60-е годы. Там вообще в сериале очень хорошо поработали и с гримом, и с костюмами, и с кастингом. Поэтому Закари Квинта просто шикарен. Ты представляешь, эти очки 60-х годов, эти вот большие черные оправы. Это вот лицо такого стиляги Набриа Ленинова. И при этом это психотерапевт в этой страшной больнице. Садюга. Квасический. Это просто он настолько хорошо в этой роли, что я считаю, что просто можно упростить то, что он нигде особенно засветился. Но при этом мы имеем в главных олях, предположим, Лиззи Брашер, которая лично сняла много фильмов. Джессика Ланш уже все глупо. Погоди. Лиззи Брашер, мне лично она очень симпатична. После перевода с американского одного из участников 2011 года ММКФ. Это просто шикарный был фильм. Она там была в главной роли. Кто у нас еще? А, Джеймс Кромвелл. Это очень известный американский актер такой худой. Он одновременно похож на немца и на типичный американца такой престарел. Он кучу фильмов снимался. Знаю его, да. Ну, ты зелено-медельный помнишь там? Ну, как же. Помнишь там? Да, да, да. Худой такой. Да, да, да. Ты артиста видел фильм «Артисты»? Недавно. Не мой фильм «Черно-белый», который вышел совсем недавно. Нет. Нет, жалко, он там шофера играл. В «Ярооботе» он играл доктора вот этого изобретательства. Ну, я знаю, о ком ты говоришь. Да, да, да. Ну, я просто еще не только тебе говорю, чтобы люди вспомнили. Он в массе фильмов играл, в предположим, в одной из самых первых его ролей еще в конце 70-х это «Чертова служба в Госпитале Мэш», предположим. Вот. Кстати, есть там роли второго плана, на который стоит обратить внимание не только на игру, хотя и это тоже имеет место, но и на шикарный грим. Предположим, Наоми Гроссман, который играет там уродку. Я вот советую вам, посмотрите, это страшная уродка, лысая, кривая, вся куча зубов, торчащих наружу. Вы найдите в интернете просто ее портрет. Это шикарная молодая женщина. И какую страшную уродку она играет там. Посмотрите на грим в этом фильме. Слушай, а как называет? А, я вспомнил. Пластический грим сейчас называется. Ну да, там много чего. Да, да, да. Вот. То есть, соответственно, тут очень много. А, кстати, так как мы говорим, что клиника, она у нас под патронажем долгое время находилась в церкви, соответственно, самый главный патрон у нее это мансиньор Кима Тиховард. Его играет Джозеф Эйтс. Это очень известный актер, высказывающая красота, влюбленный Шекспир, главная роль, убей меня нежно, медицианский купец, побег из тюрьмы и так далее. То есть, это просто суперактеры, которые там заняты. Они действительно все не сильно-то блистало, кроме отчаянных домохозяек. Так вот, там, в принципе, чего хотят женщины, закон и порядок, там еще там у нее масса фильмов. Но она не была на виду. Но здесь она играет журналистку, которая в желании написать репортаж, попала в эту клинику, но она мне осталась как пациентка. Так получилось просто. И потому что главная роль в этом сериале у Джессики Лэндж, которая сперва настоятельница этого сериала, а в дальнейшем пациентка. О, Господи. Да. Это прям палата номер 6 какая. Вот. И вот эта вот злобная старуха, которая там играет. Причем там она и так не молодая, а тут еще акцентировали внимание, что она не молодая. Но это чеховская история. Да. Она из раскаившихся с одной стороны. Потому что вот это вот ее между ангелом и бесом, это на ней хорошо показано. Она потому, что в свое время была певицей, она нечаянно сбивает девочку и уходит в себя. И вот она въезжает на своей разбитой машине в храм просто. И ей там, как говорится, вот уже после общения с монашками постриг, как говорится, она вот стала и дослужилась вот до, собственно, того, что мы видим сейчас. Да. И вот это ее перекосы. С одной стороны, вот именно из тех людей, которые решают проблемы непослушания розгами. Это хорошо показано. Вот с секутерами, там карцеры, лишения. Но это ужасно. Да, 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 да. Я не мог себе представить, что в Америке в середине 20 века была пыточная... Там акцентирована еще такая вещь. Предположим, когда вырывается на свободу вот эта журналистка, которая попала туда, и так как она попала туда, куда ей не надо попадать, и она попалась, вот эта вот Джессика Лэндж оставляет ее пациенткой. Никто не знает, что она туда пошла. У нее что, родных нет? Родных... Ну там, это понимаешь, я должен слишком много рассказать о сериале. Ну понятно. Там есть моменты, по которым все случается. Вот. И причем все очень правдоподобно случается. Момент есть другой, когда потом она вырывается и приходит в полицию и говорит, что надо там делать проверку. Говорит, мы не можем, это частная территория. Нужны серьезные обоснования, что мы получили ордер туда войти. Понимаешь, насчет предметов проверки. Да. В этой больнице работает... Лихо. В этой больнице работает бывший эсэсовский генетик, вырачка. Ну это я уже понял. Да, в этой больнице находятся вот эти вот странные монахи. В этой больнице созристошно огромное количество маньяхов. Это все отдельно взятая судьба. Интересная, хорошо проигранная. Нету даже совершенно проходных ролей никаких. Даже тех, которые появляются буквально на 20 минут роль, она прыгнет шикарно. И в этой больнице, и в этой еще сериале введены библейские истории. Причем истории не дохристианские. Именно введены истории из Ветхого Завета. Вот этих ангелов смерти. И я сейчас слишком много рассказывал. Это настолько красиво постоянно просто безумно. Это невозможно оторваться. Находка. И развитие сюжета идет постепенно, постепенно и взрывается бомбой на 13 серии в финале. Просто бомбой драматического сюжета. Так ты все серии посмотрел за один раз? Нет, почему не за один раз? Я не один раз я смотрел со всеми нормальными американцами. Весь год его смотрел. А, я думал, ты сел и стал смотреть все серии. Не, не, не. Это сейчас только можно. Потому что 13 эпизод вышел совсем недавно. Под Новый год вышел. Сейчас же знаешь, да, например, на канале Рэн Девитом? Да, я знаю. Какой-то сериал всей серии. Надо съедить с утра не смотреть. Не смотрю канал Рэн Девитом. Я на пример говорю. И поэтому я говорю, что именно вот это развитие и сын маньяка, которого играет Мак Дерман, просто набрали актеров, которые хорошо могут сыграть психов, у которых бес есть в глазах. Понятно. Вот этот Мак Дерман, в конце видно вот это вот его с одной стороны зло, с другой стороны раскаяние. Вот то, о чем ты говорил в стыде, что вот колебания вот эти внутренние, да, да, да. он понимает, что он не может по-другому, потому что в нем вот этот ген безумие определенный. Ну да, ну да. Вот, собственно говоря, ага, теперь можно вернуться в психиатрической клинике, там что-то, ты хотел что-то еще добавить к тому, что я говорил, или ты уже ничего не хочешь добавить? Нет, про клинику психиатрическую нечего добавлять, кроме того, что психиатрическая клиника вообще, она сама по себе, сама по себе, это фильм ужасов. Место скорбное, да. Безусловно. Но то, что в Соединенных Штатах Америки в середине 20-го века не в выдумке, а в реальности существовало пытошное на несколько тысяч человек. Я историческую справку привел. Нет, я... Которая является серьезным прообразом. Нет, ну для меня это просто абсурд, я представить себе... Я не знаю, брали ли за основу именно эту клинику. Какая разница? Да, но она очень похожа по многим сюжетам. Это невероятно. Нет, на самом деле у того же Кевина Кизи в его кукушке очень хорошо, собственно говоря, тоже описано менее жестоко, но вполне достаточно, чтобы понять, на что это возможно. Когда человек в принципе... В принципе... Не, ну подожди. У Кена Кизи нет карцеров. Я не помню карцеров. Погоди, у него нет карцеров. Там больных специально не бьют, не терзают. Ты судишь по фильму опять, да? По фильму, по фильму. Книжку почитай чуть-чуть подробнее. Это раз. И даже в фильме есть момент, когда его переводят на второй этаж. Потому что, знаешь, даже в наших, ты же знаешь, в наших психических клиниках есть клиники, в которых нет врачей, а только санитарий, в которых содержатся безнадежно больные люди. Ну, предположим, в Нижнем Тагиле есть каменка. Есть каменка. Там врачей нету. Там есть только люди, за которыми надо следить. Вообще нет врачей? Нету. Ну, я, видимо, от жизни отстал. Я этого не знал. Нет, это очень давно оно существует. Потому что их невозможно лечить. Это уже безнадежно больные. Хорошо. Врач-то нужен? Ну, как? У человека меняется состояние. Какого-то уровня врачей, конечно, из не такого полного... То есть, это не больница. Это не больница. Нет, это не больница. Я понимаю тебя. Это называется... Господи, как же это называется? Да бог с ним. Да. Короче говоря, это для... Ну, да. Для безнадежного больных? Ну, да. Но там есть врачи. Ну, это, опять же, на каком уровне? Точно так же, как есть врачи в любом месте, там, как говорится, в малом ограниченном количестве, которые серьезно ничего не решают. И они никого не лечат. Ну, там лечить нечем уже. Просто наблюдают. Наблюдают. Констатируют, скорее, какие-то факты. И выписывают... И выписывают лекарства, поддерживающие дозы, там, кому-то применяются какие-то процедуры. Так вот, там это тоже показано. Опять же, в той же самой кукушке видно, как электрошоком решаются проблемы, в том числе полного, как говорится, успокоения. Тут, кстати, тоже очень хорошо... Нет, подожди. Для того, чтобы человеку назначить электрошок, нужны совершенно определенные медицинские показания, Андрюш. Вот сразу видно, что ты эту кукушку совсем забыл. Почему я не забыл? Там же у него же... Нет, подожди. Не надо ничего идеализировать. Диагноз-то у него был поставлен. Он же был не просто революционер, прости, или диссидент, которого запрятали в психушку. Это же не так. Он был явный социопат. Он был явный психопат. Я допускаю, что из чувства личной мести, вот эта вот главная медсестра или главная врачица, как я ее забываю, что она применяла к нему, скажем, более жесткие методы, чем, скажем, ему были показаны. Но в принципе-то он не был здоровым человеком. Я уже не... Ты просто знаешь, с чем сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с тем, что при интерпретации этого фильма очень часто звучит мнение, что Николсон играет совершенно здорового человека, упрятанного в больнице за свое накомыслие и за свою неумеренную страсть к свободе. Ну, так оно и было. Но то, что совершенно любого человека можно признать психически, прекрасно знает. Это правда. Ну, это... И тем не менее, все-таки он был болен. И тем не менее, Виктор Шокову не требовался в том случае, в его... Конечно, это скользкая тема. Скользкая тема. Надо смотреть историю болезни. Которая не было, потому что... Которая не было, да. А тут это еще, на самом деле, более глобализировано, потому что это совершенно закрытое учреждение. И людей вообще искать не было. Тем не менее, в твоем рассказе меня потрясло, как врача. Прежде всего, вот это открытие. Я, видимо, наивный романтич. То, что в 53 годах ветеринар руководил клинику? Это раз. Второе, то, что была такая клиника, которая представляла собой просто концлагерь. И я думаю, она была не одна. Возможно. Но я надеюсь, что сейчас ни в одной стране такого нет. Ну, в нормальной стране. В нормальной. Она существовала до 1999 года в таких условиях. Ну, это ужасно. Ее вот потом закрыли, и сейчас она открылась, будем надеяться в другом. Да вот именно что. Потому что, понимаешь, вот даже в этом сериале очень хорошо показано, вот при всех жестокостях и перегибах, и бардаке, который был, когда клиника принадлежала церкви, когда клиника переходит в руки государства, там начинается полнейший бардак. Потому что как раз вот как здесь звучало, что на 1600 местах выходило сумасшедшее количество людей. Там и показано, при церкви, в принципе, каждый в своей койке живет, когда приходят в руки государства, там уже где кто как попал, чуть ли не под койками уже живут. Мне это непонятно, Андрюша. Когда речь идет о западном государстве, построенном на принципах экономической целесообразности, Мне вот было интересно, я потом начал копать. Я потом начал копать, я вот нашел, нашел, это каждый может найти. Это лишний раз говорит о том, что рая на земле нет. Да. Окей. Хорошо. Я могу на какой-то мажорной ноте попытаться? Да и можно. Надо осветлить, наверное, мою тьму, которую тут понагнал. Да, я просто хочу рассказать о вчерашнем своем приключении. Давай. Значит, меня вчера жена потащила на балет. Угу. Значит, ну надо сказать, прежде всего... Хорошее кино. Хорошее кино. Я, прежде всего, хочу сказать... За балет. За балет. Я, прежде всего, хочу сказать, что я ненавижу балет до судорог. Угу. Больше, чем балет, я, может быть, только оперу ненавижу. Ну, это сложно. Ну, вы переводят, в балете дрываются. Да, совершенно верно. Именно так я вот на это и смотрел. Значит, есть два балета, которые я могу смотреть без судорог и душевных мук. Угу. Это Спартак и пламя Парижа. Спартак, смотри, хоккей, то есть футбол? Нет, нет, балет. Спартак, да. А я думал, ты думал, Спартак, Спартак. Нет, Спартак и пламя Парижа. А, ну понятно. Все остальное у меня вызывает совершенно отвратительное состояние души много дней. Особенно Лебединое озеро я ненавижу. Просто вот ненавижу. Но, тем не менее, поскольку жена сказала, пойдем, меня потащили на балет. Я пошел. Значит, прежде всего, хочу сказать спасибо огромное человеку по имени Сергей Капков. Угу. Опять. Это мы ему уже третий раз гоним. Спасибо. Значит, за что спасибо? То, что он сделал из Декозил, это, конечно, как говорят в Одессе, две большие разницы. Он сейчас пишется через Зе, Декозил. Да, да. Декозил был гниющим, вонючим, разваливающимся сараем. Я помню его, да. Сегодня это возрождающийся культурный центр. Угу. Отремонтированный, с достойной попыткой организации досуга. Угу. Ага, да, знаешь, как у него есть мини-Париж, там мини-Сиан, мини-Еще что-то. Да, совершенно верно. Да. Теперь балет. У меня, значит, балет, мне очень понравился. Называется он, значит, «Времена года». Дает его Московский театр балета, по-моему, есть такой. Да? Я не помню название точное. Короче говоря, молодые балетмейстеры, набрав труппу отчасти в Бурятском хореографическом училище. И, как я понял, балетмейстеры эти частью, по крайней мере, из Бурятского училища. Это уже сильно. Уже сильно. На музыку композитора Молчанова показывают балет, значит, «Времена года». Во-первых, балет сопровождается... Композитор Молчанова – это папа Владимира Молчанова? Я не знаю, может быть. Но у него папа был композитор. Может быть, я не знаю. Балет сопровождается живой музыкой в исполнении Оркестра струнных инструментов. Татьяна Горячий... Ну, все понятно. Ну, в общем... Маразма. Да. В общем, замечательный совершенно, значит, струнный ансамбль, который, как я понимаю, раньше играл старинную музыку. Вот. Просто прекрасный. Просто прекрасный. Девять человек. Замечательно. Далее. Большая труппа, состоящая из молодых танцовщиков. Но я, когда этот балет начался, сразу для себя сделал вывод, что его поставил либо Морис Бижар, либо Ролан Петти. Потому что это французский, совершенно модерновый балет. Абсолютно французский, который я люблю. И смотреть могу, и с удовольствием смотрю, и наблюдаю. Потому что он проникнут страстью и внутренней борьбой. Это очень здорово все. Я был удивлен, когда увидел, что поставили его наши молодые балетмейстеры. Но, правда, когда я увидел фамилию художника-постановщика внизу, он какой-то англичанин или француз, я все понял. То есть, кто на самом деле ставил этот балет, я теперь понимаю. В чьих традициях. Он действительно в традициях этой западноевропейской вот этой новой моды, это модерн. Замечательно сделано, очень хорошо. Поэтому я получил вчера совершенно неожиданно огромное удовольствие. И это хорошо? Это хорошо. То есть, сперва ты прошел некий катарсис, просмотрев стыд, а потом получил моральный подъем, как говорится, на балете. Омолодился дважды. Так что, есть билет на балет, а на трамвай билеты... И вот на этой ноте и конец программы. И конец программы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok